Возможно вы знаете этот сервис FreePik. Если нет, то для вас это будет настоящая находка. Здесь можно скачать большое количество векторной графики PSD для любых целей, для сайтов, для чего угодно. Поначалу мне казалось, что здесь все платно, но на самом деле нужно разобраться. Посидев две недели, поискав графику и просто поняв, как пользоваться данным сервисом, я понял, что здесь действительно очень много бесплатной векторной графики. Меня зовут Федор Васильев и подробнее в этом видео. Итак, сервис FreePik. Ссылочку, конечно же, как всегда, я оставлю в описании под этим видео. Если вы этот сервис знаете, то можете это видео смело пропускать. Вкратце покажу. Здесь есть поиск. Лучше на английском языке. Если вы что-то ищете, вы вбиваете сюда, например, телефон. И вот здесь вот просто поставьте галочку «Бесплатно». Также можно поставить галочку напротив «Вектор» или еще есть вот три варианта. Если какие-то варианты здесь вас интересуют, просто ставьте галочку «Вектор» и «Бесплатно». Соответственно, «Премиум» мы ставить галочку не будем. И, соответственно, вот здесь вот тоже «Премиум» — это все платно. Но здесь очень много и так качественного бесплатного материала, поэтому нам бесплатного, скорее всего, хватит. Нажимаем вот на эту иконку лупы поиска. И у нас отфильтровывается по слову «Фон», то есть «Телефон». И вот здесь вы видите, да, вы всегда сможете поменять критерии поиска, если это будет нужно. И сразу хочу показать. Смотрите, здесь это сразу видно. Вот этот блок — это на сторонний сайт, и это все платно. Вы сюда не смотрите. Вы смотрите вот как раз-таки здесь внизу. Здесь бывает еще вот такая рекламка вставлена, не обращайте внимания. Смотрите, что вас тут интересует по ключевому слову «Телефон». Смотрите, смотрите. Если мало, нажимаете «Следующая страница». Здесь еще вариант. И тут много-много вариантов. Например, вас что-то здесь заинтересовало. Кликайте по этой картинке. Также ниже похожие материалы. Вот здесь вот эта вставка — это тоже платное. Не нажимайте сюда. Смотрите ниже. Остальное все бесплатно. Еще бывает, несмотря на то, что мы отсортировали, казалось бы, все по бесплатно. Вот где вот такая иконка короны, вот этот вектор или что там, PSD — это платное. То есть вот смотрите, еще в уголке вот здесь или короны нет, вот здесь корона, то это тоже платное. На самом деле бесплатно здесь действительно много. Я реально две недели сидел, искал различные векторы для своих работ. И, в принципе, скачать, вот кнопка «Скачать». Вас всячески будет сервис просить там «Зарегистрируйтесь» и так далее. Регистрация здесь не нужна. Здесь я покажу маленький хак. После там четырех или трех скачиваний вас система попросит зарегистрироваться. Вы использовали свой лимит на скачивание. Я не знаю даже, кстати, если вы зарегистрируетесь, будет ли доступно бесплатно или все будет платно. Здесь непонятно, потому что я качаю все бесплатно. Я вам сейчас покажу. Во-первых, вот нажимаете «Скачать», здесь нажимаете «Бесплатная загрузка». Все, открывается окно, видите имя файла, mobile.zip, архив. Качаете это на компьютер и уже на компьютере распаковываете и пользуетесь. Если это векторная графика, то через иллюстратор Adobe открывается. Если это PSD, то через Photoshop. Например, вы скачали, идете дальше, что-то вам здесь еще, например, понравилось. Кликайте сюда. Понравился вам это, хотите использовать в своей работе, нажимаете «Скачать». Бесплатная загрузка. Например, скачали. Дальше смотрим. Еще какой-то вариант. Скачать. Бесплатно. Скачали. Еще какой-то вариант. Скачать. Бесплатно. И вы увидите вот такую вот страницу. Зарегистрируйтесь, бла-бла-бла и так далее. И маленький хак. Как это можно обойти? Легко. При условии, если у вас динамический IP-адрес у вашего интернет-провайдера, который вы используете для компьютера. У меня динамический IP-адрес. Что это значит? Это значит, при каждом включении-выключении интернета, ну или выключении компьютера, неважно, у меня автоматически меняется IP-адрес. То есть, получается, этот сервис, он как бы работает по IP-адресу. Если IP сменится, то вот этот вот лимит, который сейчас нам показывают, его не будет. То есть, смотрите, я сейчас выключаю интернет. Нажимаю «Отключить». Все, сейчас интернет у меня отключился. Нажимаю опять «Подключить». Интернет подключается, и у меня уже IP-адрес сменился. Я просто вот эту страницу обновляю в браузере, и вы видите, открывается окно именно этот фрагмент, именно этот вектор, который не дал мне скачать он на каком-то пятом разе. Я нажимаю «Сохранить», и у меня все качается. Дальше я нажимаю просто «Назад». И дальше иду по сайту и скачиваю необходимые для меня векторы. Через 4-5 скачиваний опять у вас вылетит окно, опять смените IP-адрес. Ну, если это вам неудобно, здесь тогда придется зарегистрироваться. Просто, я не знаю, может быть, действительно проще зарегистрироваться и качать, но я не знаю, будет ли здесь действительно доступно для скачивания всегда вот эти все материалы. Но я качал все время бесплатно, я не вижу в этом ничего страшного. Так что пользуйтесь. Надеюсь, урок для вас был полезным и интересным. На этом здесь все, и увидимся в следующем видео.